Фейковые мускулы, с которыми что-то пошло не так, часть аж вторая, в это факт смотрим, ребята, но прежде чем смотреть, начать, собственно, что мне про ютуб рассказывать не нужно, но расскажу про то, что есть телеграм-канал, и если ты не хочешь, чтобы мы с тобой потерялись и всегда были на связи, в любом случае, зайди обязательно в телегу, там будет вся важная информация, так или иначе. Всё, поехали, смотрим. Подавляющее большинство людей порой недовольны своей внешностью. Есть такое... Это нормально. Но некоторые люди идут на крайние меры, чтобы достичь фигуры мечты, и часто с ужасными последствиями. Приготовьтесь к рельефным прессам, взрывным рукам и интимным неудачам. И к шуткам от VFact. Ведь сегодня мы взглянем на фальшивые мускулы, с которыми что-то пошло не так. Там, по-моему, были не только мускулы. Ну ладно. Пальчики оближешь. Хотите стать сильнее? Ля машина сидит такая. Инфлюенсеры скажут вам, есть побольше калорий, но есть и другой способ. Есть побольше? Просто посмотрите. У него такие бицепсы... Нет, есть побольше калорий, это просто толстеть. То есть, так что, если инфлюенсеры вам говорят, просто едите больше калорий и как бы всё, ну, такие, так себя не инфлюенсируют. Что он даже не может положить еду в рот. Но он не употреблял протеин. Нет, этот парень использовал синтол. Это неприятная смесь мат... Это та штука, которой руки-базуки, нет? ...сла обезболивающих и спирта, которую надо вводить под мышцы. Кошмар. Некоторые бодибилдеры вкалывают небольшие дозы перед соревнованием... Ну, прикол, я не понимаю, я вот никогда не понимал таких людей в том смысле, что разве они сами не видят, что это выглядит неестественно? У них же есть определенный эталон, к которому они стремятся. Эталон типа вот конкретных качков, которые сами там накачались, всё естественно выглядит, ничего такого странного. Они же как бы, наверное, ориентируются на что-то подобное и стремятся к чему-то подобному. Ну, чисто-чисто логически, если думать. Но при этом они делают себе эту штуку, и как бы для них не выглядит... Ну, они же могут сравнить, как у них это выглядит, и как выглядит у других, где естественно. Это не вызывает вопросов, не вызывает каких-то сожалений. Я не понимаю вот эту историю. А другие люди, как этот распухший здоровяк, используют синтол, чтобы казаться мусульным... Блин, ну как же вкусно эта курочка выглядит. Просто бомбически, если честно. Полагая особых усилий. Смотрю в час ночи, ребята. Час ночи, 12 минут. И мне захотелось курочки. Я просто шаву съел какую-то, но максимально невкусную, если честно. И такой, и такой прям... И хочется прям нормальной еды какой-нибудь. Единственное, что маслянистий этих пальцев, это чудовищно раздутые бицепсы. В последнее время синтол стал намного популярнее, что очень тревожит медиков. В соцсетях можно найти множество видео мужчин с такими распухшими мускулами. Блин, ужас какой. Ну что это такое? Брус как будто шар запихнул себе куда оттуда. Вот он реально думает, это круто выглядит. Он такой, ха! Девчонкам такое нравится. Что-то нездоровое. Кошмар, это ужасно выглядит, ребят. У этого мужчина... О! А? Ровно! Тупо ровно! Линия! Я эту линию держу, ребята, держу специально. Мужчина бицепс размером с голову и мозгов явно нет ни там, ни там. И наш любитель синтола пошел еще дальше и вколол вещество... Он как диван, он как кресло. Он мне напомнил кресло почему-то. В плечи, так что он стал похож на гандама. Может быть, или на кресло. Вместо защиты Федерации Земли. На нем может сидеть Морфеус и предлагать две таблетки. Это косплей кресла, ребят. Он может поехать на Комик-Кон какой-нибудь, например. Найти того, кто косплеит Морфеуса, а сам косплеит то самое кресло. Идеально. Идеальная комбо. Леот Герцогства Зион, наверное, стоит сосредоточиться на защите его самого. Помимо физических уродств... Это ужасно выглядит. Честно, ну я не знаю. Ну, наверное, это делает людей счастливыми, которые вот себе это все вкалывают. Наверное, они довольны результатом. Потому что, ну, это выглядит, ну, вот, ну, просто это выглядит нездорово. Понимаете, вот в чем дело. Ладно, кошмарно, ужасно, много разного можно говорить. Это выглядит просто как-то что-то нездоровое. Это такой, блин, ты в порядке, парень? Вот хочется просто спросить, тебе нормальным? Типа, ты хорошо себя чувствуешь? Синтол может вызвать долгосрочные осложнения. Повреждения нервов и артерий, сердечные приступы и инсульты. А удаление поврежденных и умирающих тканей требует операции. Это все не шутки. Нет короткого пути к хорошей спортивной форме. Но, к сожалению, маслянистая субстанция еще появится в этом видео. Но прежде чем мы продолжим, можете нажать со всей силы на кнопки «Нравится» и подписаться. Подождите, это поможет очень этому ролику, ребята. А то я уже писал в телеге, опять же. Что-то YouTube, конечно, вообще в рекомендации ни хера не пропускает. Так что ставьте, пишите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и вообще, в принципе, в телегу зайдите, опять же, потому что YouTube сейчас нынче, скажем так, нестабилен. Непонятно, что там дальше с этим YouTube вообще никому. Вы не пропустите мой новый познавательный контент. Давайте. А то я заставлю вас делать тысячу отжиманий. Я не буду заставлять, просто иди. Все нормально. Большой баба. А, вот этого типа я где-то видел, да. Говорят, никто не должен обладать всей силой. Но я знаю того, кто ею владеет. Знакомьтесь, это Хан Баба. Или же Арбаб Хизер Хаят Хан. Блин, он знаете кто? Ха! Я только сейчас понял. Вот у меня все, видимо, сегодня косплеерами будут. Но, блин, ну что я могу поделать, если один кресло, а другой идеальный амбал из Человека-паука. А? Физк. Из мультика Человек-паук. Через вселенные, там, сквозь вселенные. И вот это все, короче, паутина вселенных. Смотрели, кстати говоря, на Бусте есть реакция. И на первую, и на вторую. Есть великолепные мультики. Но там вот, вот это Физк реальный. Это вот он. Ха-ха! Идеальный косплеер Физка. Ну, именно из мультика, естественно. Из Мордана на севере Пакистана. И его рост метр девяносто шесть, а весит он по собственным словам 435 килограмма. Жесть. Большой баба такой же тяжелый, как конь. Но он не сам же с собой это сделал. Называет себя сильнейшим в мире. Как будто бы. Как он таким стал? Баба утверждает, что он ест 10 тысяч калорий в день. Его дневной рацион... Сюде! Ха-ха-ха! Включая 4 куриц... Ебало, этой пиццы представили? Я хочу пол пиццы этой, которая видит, как баба ее ест. ...цит 36 яиц, 3 кило мяса и более 6 литров молока. Эх! Не хотел бы я заходить в туалет после того, как он сбросит все это. По словам бабы, благодаря этой съеденной... Смешная анимация, Сюде. На эфирме он способен творить настоящие чудеса силы, которыми делится в соцсетях. Блин, ну он реально сильный получается. На видео он тащит два внедорожника, привязанных к его волосам, держит мотоцикл зубами и... Делает этот странный маневр из Call of Duty. В 12-м году он заявил, что поднял 5000 килограммов на японском соревновании. Он настоящий силач. Вот только это не так. Что там, это костюм? Там сидит маленький такой... Какой-нибудь маленький человечек, худенький такой совсем. Серьезно, он же даже не старается. Вот тут, например, Бобатрон якобы разрушает стену. Чудеса Голливуда. Или Болливуда. Да, выглядит правдоподобно. Ну, кринж, конечно. А что насчет двух машин, которые он тащил? Так он не сили, что ли? Веревка... Как он что, слабак, что ли, получается? Не натянуто. Его друзья явно были за рулем. Ой, это так смешно выглядит. А зачем все это? Те 5000 килограммов поднятые в Японии. Об этом нет никаких данных. Ну и с размером все ясно. Блин, он как Арсен Маркарян, или как там его звали, про которого мы смотрели выпуск Рындыча. Это прям очень какой-то такой похожий тип. Ну, единственное, он базу не выдает. Он не выдает базу, но он выглядит как база сам. Олицетворение базы. Баба на 90% состоит из подкладок. Да, реально, блин. Вот это грустно, вот это грустно. Эх, разочарование кумире, который буквально был кумиром, ну, типа, 30 секунд. А под ними он выглядит как обычный мужчина. В общем, Баба это явный фейк. Понятно. Он даже признал это в интервью, сказав, что он просто персонаж, созданный, чтобы исполнить мечту об участии в WWE. Блин, ну, прикольно на самом деле. Если честно, это даже делает его интереснее намного. Что это просто чел, который придумал такой смешной образ, ироничный этот образ каким-то, ну, как-то снимает, типа, делает видос, что он, типа, суперсильный. Это забавно. Это делает его интереснее, определенно. Многие поклонники ему все равно верят. И он до сих пор никогда не снимался без всех этих подушек. Ну, в этом прикол. Он может это сказать, он может намекнуть, но он не будет этого делать, чтобы всегда вот эта вот интрига оставалась, чтобы был повод обсудить, а Баба настоящий, не настоящий, а он такой, не такой, сякой, мукой. Может, там кот сидит внутри, вообще не человек. Или тараканы, знаешь, как в этом, как в «Люди в черном». Несмотря на признание, он, видимо, пытается поддерживать образ силача. Что думаете вы? Ну, да, ну, образ, это чисто образ. Образ и контент. Он обманщик или так погрузился в персонажа, что уже не различает реальность? Напишите в комментариях. Ну, я бы его не назвал обманщиком, если он нигде не утверждал обратного. То есть, точнее, не утверждал, что это прям реально он. Нет, это просто тип, который придумал образ и делает на этом контент, на этом образе. Нормас. Нормас, нормас. Эта версия мне больше нравится, опять же, я еще раз повторюсь, она как бы для меня делает его интереснее, чем если бы оказалось, что он просто реально такой чувак, который насерьезки снимает вот этот какой-то странный контент. То есть, это был бы тогда трэш-персонаж какой-то просто. Ливер-лузер. Это кто? Это отец русалки. А это реклама. Панки. Танки. Есть пробитие. Пробитие было? Запускай. Бл***ь. Летим, 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 летим. Летим, летим. Три, две, одна, ноль, баам. есть пробитие ладно ладно все хорош кринжевать я даже не понял на каком она языке была ты кто не понял если вам повезло никогда не слышать о ливер кинге я это исправлю я не слышал о нем вообще ни разу в начале 20-х машин ливер кинг или просто брайан джонсон набрал миллионы подписчиков в соцсетях продвигая необычный образ жизни диету и метод тренировок это он он заявлял что если придерживаться образа жизни предков можно стать мускулистом что это за образ жизни предков он там рано умирать например заключается в том что не надо носить одежду и стричься зато надо есть побольше сырой печени и причиндалов зверей если вы не поняли мне этот ковбой диета на писюнах не нравится брайан мы поняли на негативе о нем говоришь придерживается того что проповедует но печень и гениталии не являются секретом хорошей физической формы ну как бы да знаете что им является стероида брайан достиг такой формы благодаря препаратам которые увеличивают выработку белков необходимых для мышечной массы я не я вот таким не хотел выиграть как бы странно это не звучало но я бы не хотел такие будут у меня нет чем-то желание выглядеть то вот так он конечно машины там типа качок сидело никогда не хотел быть качком просто хотел быть всегда ну просто форме обычно просто 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 обычно выгоду типа нормально нормально не каким-то гиперкачком меня вот не прикалывает братьков и говорю что принимать стероиды это плохо разумеется они популярны фитнес-индустрия но этот псевдо пещерный человек Отрицает их использование И в каждом подкасте хвалился Как его глупый образ жизни Помог ему стать сильнее Ну какой, короче, чисто мракобес И зачем? В каком-то смысле Ну, знаешь, как инфо-цыгане или еще кто-то Ну просто какую-то фигню, короче, продвигает И, грубо говоря, людей дезинформирует Вот это вред Несет какой-то вред Чтобы продать добавки, планы три Потому что сколько людей его послушает Начнет сидеть на этих письюнских диетах И в итоге чем закончится, непонятно Неровок и другую чушь Впаривая поклонникам, что поедание членов Это ключ к здоровью, он наживался на них Сообщалось, что Брайан зарабатывал 100 миллионов долларов в год Ну-ну Я хотел разоблачить его еще в первой части Но мне не хватало доказательств Теперь все изменилось В ноябре 22-го года Ютубер MorePlatesMoreDates опубликовал Большое разоблачение Ливеркинга Тоже какая-то машина Он получил письмо от тренера по бодибилдингу С которым связывался Брайан И который рассказал, что он принимает Как оказалось, список оказался внушительным Крылышки KFC Big Special Ну как минимум два в день Как выяснилось, Брайан тратит как минимум 11 тысяч долларов в месяц На свой более современный образ жизни Ему пришлось признать, что схема с печенью была обманом И проглотить свою гордость И письмо свой проглотить Учитывая его рацион, наверное, это было весьма вкусно Но это было в 22-м году И справился ли он с тех пор? Не особо После заявления о том, что он в завязке Брайан признался, что вернулся к препаратам Открытость это здорово, но он далеко не во всем честен Он когда-нибудь надевает что-нибудь, типа рубашку или футболку Вообще никогда? Пес или нет? Это принципы? Иногда он говорит, что это импланты Это кубики? Видишь кубики? Это принципы, это не кубики, это принципы По 10 тысяч за штуку А иногда, что пресс делал рук хирурга Который удалил слои жира между кожей и мышцами Чтобы придать им рельеф Ааа, вот это, наверное, ультра-кринж история Когда люди делают себе эти кубики Через операцию Это такой уровень лени Что-то даже забавно, если честно Даже как будто бы, ну, прикол Потому что чел настолько ленив Но он настолько хочет эти кубики Ну вот, то есть у него вот прям два чувства борются Понимаешь, внутри него Желание этих кубиков, ну, просто настолько сильное Желание, что он под нож готов лечь И, с другой стороны, ну, такая лень Просто гипер лень Там что-то диету настраивать Ходить в спортзал И вот они, эти два чувства настолько мощные Что они вливаются в какой-то очень мощный кринж В виде искусственных кубиков на животе Это, по-моему, я не знаю, у кого это Вот есть примеры, где это реально хорошо выглядит Но если у него, на самом деле, такие кубики Нокио, у него неплохо выглядят У него нормально выглядят Я помню, кто-то из наших звезд, типа, делал тоже такие кубики И там выглядит кринж А потом он говорит, что шутят Трудно... Ну, не выглядит... Я не знаю... Не, если вот у него... Конечно... Если у него реально искусственные кубики То они хотя бы сделаны неплохо Но у него они не выглядят как искусственные Он может делать со своим телом что угодно Он усердно тренируется Это я признаю... Но его тело это маркетинговый инструмент для продажи товаров Оно стоит сотни тысяч долларов и далеко не естественно Он как Кардашьян от мира фитнеса Вы бы не стали покупать план тренировок у такого парня, правда? Ля, вот это наш человек Так, погоди... Нравится тут реакции А на Бусти их еще больше Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина А ссылочка, конечно же, внизу в описании Самоинтеграция, на этом все Счастья, радости, удачи! Делай ноги Так... Дамы, какой у вас идеал мужчины? Если верить соцсетям, он должен быть метров восемьдесят восемь И зарабатывать миллион в минуту Знаете, сколько, например, американцев с таким ростом и выше? Ноль, ни одного Шесть процентов Шесть человек Было бы забавно, если бы сказал шесть человек Но в соцсетях полно таких заявлений И таким людям, как... Все, все, все... Обычно, обычно, почему-то это так Вот какая-то такая есть закономерность Не знаю, по крайней мере Я такую закономерность в своей жизни наблюдал Что все девчонки, которые всегда... Вот, ну, бля, вот всегда почти Что реально всегда Я не помню, чтобы было обратно Все девчонки, которые у себя где-то в профилях пишут об этом Или где-то, в принципе, говорят об этом Что хотят очень высокого парня Который там должен быть выше ста восьмидесяти восьми Я не знаю, да и, в принципе, выше ста восьмидесяти, например И прям четко вот обознач... Любят обозначать это То есть для этого принципиальная история Что вот выше именно ста восьмидесяти Это, капец, как важно для них Обычно это вот, ну... Мозес Гибсон это портит самооценку 41-летний Мозес сказал, что из-за роста метр шестьдесят семь он... Метр шестьдесят семь нормальный рост, кстати, нормальный У меня метр сто... Семьдесят семь, по-моему, или семьдесят восемь Что-то такое Не мог найти девушку Он перепробовал все От обуви на платформе дал же лекарств и даже... Такая грустная Да ну не, я... Какой смысл это делать? Какой смысл? Ну, не, можно пойти сделать операцию и вырасти Там же есть вот эта вот, как она называется у нас, процедура Что-то там... Система элеватора Я забыл, как называется Система лазопатора Короче, там какая-то смель... Какое-то странное название Имени ученого, который это придумал Я не помню, как она называется, короче Мне ленче сгуглить Но вы поняли, о чем я Есть советский, по-моему, если не ошибаюсь, ученый А может быть, уже не советский Но вроде как советский, да Который вот придумал эту систему Как можно эти кости двигать, что-то расширять И, в принципе, ты станешь чуть выше Но это такая очень сложная тоже процедура Тяжкая, какая-то жесткая Я не знаю вообще, насколько рабочая Не особо в эту тему погружался Система вот прям на языке вертится и крутится Но почему-то хочет сказать элеватора Я не знаю, почему слово элеватор лезет мне в голову Но я помню, что там фамилия, конечно же Есть такая тема Ну, можно, конечно, так сделать Не знаю, но это крайний вариант Но я не понимаю, зачем? Зачем? То есть, ну, как бы Ну, невысокий ты Метр шестьдесят семь Зачем вот эти вот подкладки какие-то Еще чего-то Это же ничего не поменяет Какой смысл притворяться тем, кем ты не являешься? В духовного целителя Но ничего не помогало Отчаявшись, Мозос решился на болезненную процедуру По удлинению ног, чтобы стать выше Для этого хирурги разрезают верхние или нижние кости ног А потом прикрепляют устройство, которое медленно... Елизарова! Вот! Вот почему элеватор Потому что Е Наверное, поэтому Елизарова Вроде что-то так называется Аппарат Елизарова Или система Елизарова Что-то такое Но я не знаю Может, это вообще не рабочая схема Я просто помню, что такая штука какая-то есть Сдвигает концы кости Когда между ними появляется пространство Отрастает новая кость Блин, а это работает прям реально? Если это звучит больно, так и есть Это звучит больно, но звучит как будто бы работает Многие пациенты, которые прошли через это Рассказывали, что потом начинались мучения Стоили ли они того? Для Мозоса, да Он потратил 170 тысяч долларов на две процедуры на нижней и верхней части ног И вырос... Ведь деньги-то есть До метра 72 Ого, это впечатляет И он действительно нашел себе девушку Просто вот это тот эффект, который как он там называется Короче, это по факту вот Мозос просто поверил в себя и нашел девушку Ему пришлось сделать операцию Потратить 170 тысяч долларов Просто чтобы поверить в себя Будь уверенным Вот И он не из-за ног И не из-за этих нескольких сантиметров нашел в итоге девушку Все же мы это понимаем Просто потому что поверил в себя Ну вот пришлось ему таким образом это сделать Смог бы он, допустим, поверить в себя без этой операции Наверное, смог бы, если бы, я не знаю, какому психологу сгонял Что-то такое, без понятия Но прикол, что, по сути, эти сантиметры, эти несколько сантиметров, конечно же, ничего не решили Ну, вообще ничего Но подождите 170 тысяч долларов Я не хочу занудствовать, но рост Мозоса никак не влиял на его неудачи в личной жизни Конечно Да, некоторые женщины от него отворачивались Но проблема была в его уверенности в том, что рост ему мешает Да Конечно, операция была успешной, и он нашел любовь, и это хорошо Но ему не надо было становиться выше Ему надо было... Но, с другой стороны, он как будто бы, окей, нашел себе быстрый путь Чтобы эту уверенность, уверенность эту заполучить Понимаете, о чем я? Наверное, наверное, кто-то скажет, что он реально мог бы сгонять психолога Проработать это все, там, я не знаю, как-то от этого избавиться и так далее И прийти к тому же результату Не делая эту операцию Наверное, мог бы Ну, если так подумать, наверное, мог бы Но он выбрал, типа, в целом-то легкий Дорогой, конечно Но он поэтому и дороже Но сильно быстрее Можем ли мы за это осуждать Мозоса? Конечно, нет, в целом Сделал выбор В принципе, это им помогло Да и ладно, да и молодец Просто избавиться от голоса в голове, который понижал его самооценку И Мозосу еще повезло Чего не скажешь про некоторых других людей 22-летний китаец, который комплексовал из-за своего роста Всегда мечтал быть выше И, наконец-то, поехал за границу в 20-м году ради операции Но его мечта об отметке в метр восемьдесят превратилась в кошмар У него развился остеомиелир Инфекция в костном мозге Теперь у него инвалидность и огромные долги И все ради чего? Жизнь, не прикованной к креслу Но теперь он будет выглядеть еще ниже И его ждет еще больше проблем Я не говорю, что низкорослым людям легко живется Не, ну, конечно, не нужно, типа, пытаться обесценивать их проблем Я в другую хотел сказать, ну ладно Ну, типа, такая шутка была бы, ну, шутку опустим Короче, не нужно обесценивать Не нужно, типа, что у них там проблемы несерьезные, небольшие Они большие Ниже девушки Чисто психологически как-то Тоже такой эффект имеется Поэтому Имеется, имеется такая проблемка, ребята, с ростом Но что с ней делать, да, вот, непонятно Операции, не операции Либо все-таки каким-то образом принять себя Это легко сказать, но это сложно сделать всегда И всегда ты найдешь кого-то абсолютно легко Ну, то есть, слишком много людей, чтобы ты не нашел Но от комплексов не избавиться, если так действовать Найдутся новые причины для неуверенности в себе Не факт, кстати Вот у Мозоса же так не сработало Мозос сделал себе все, и нормально И если лучший вариант это рисковать здоровьем Думаю, надо найти того, с кем можно поговорить Прежде чем решаться на такое Воу На страшном моменте включилась реклама Поехали дальше Щекастая экзотика Знаете, что мне больше всего нравится в женщинах? Что? Большие щеки Я бы мог целый день смотреть на них Хотя я никогда не видел такие большие щеки Большие щеки, это что, свисающие, что ли? Щеки, как у украинской модели Анастасии Покрещук Посмотрите А где щеки? Я не вижу щеки О, Господи Два шарика для гольфа Блин, ну она тоже своего рода кресло Почему у меня остаться кресло? Ну потому что как будто вот такие вот эти самые Подлокотники Вы думали, я имел в виду... Да, ну нет Анастасия набрала огромное количество подписчиков Благодаря видео с сильно измененным лицом Она не всегда выглядела так Видите ли, до 26 лет Как она выглядела, интересно Лет Анастасия ничем не отличалась от других Это же не она Ей это не нравилось Это же не она Она уже потеряла счет тому... Блин, а как она выглядела до этого? Сколько процедур или сколько тысяч долларов потребовалось на ее внешность Ей добавили филлеры в щеки и губы Ну чисто динозавр какой-то Я не знаю У меня почему-то ассоциация вот таких внешностей с динозаврами, с креслами Ботокс и даже изменили форму челюсти Жесть Много работы Теперь она... А, вот так она выглядела, да? Практически не похожа на прежнюю себя И... Блядь, как будто просто фотошопер истянули Ай, блядь, на ужас выглядел, кошмарность, честно И в этом-то и проблема Анастасия и раньше выглядела отлично Ну, она себе не нравилась В том-то и прикол Нельзя говорить, что... Нельзя вот это вот тоже Такая нерабочая схема, если честно В плане... Она-то, конечно, грань какую-то перешла, очевидно Там уже какая-то абсолютно нездоровая внешность Но ей что-то в себе не нравилось Просто прикол в том, что, наверное, кто-то должен был ей... Не то, чтобы сказать Или, да, она должна была проработать Или как это работает, не знаю Но вот у нее нет чувства меры То есть она могла в себе что-то поправить Что ей не нравилось Но в какой-то момент остановиться Но она остановиться не может И в этом проблема Ну, как бы проблема Наскрывать не должно, на самом деле Что она с собой делает Просто выглядят нездорово Вот так вот Мое мнение Может быть, ей нравится Что она решила пойти на такие серьезные... А так, ну, обычная внешность у нее была Просто внешность и внешность Но я также считаю, что она может делать со своим телом что угодно И Анастасия говорит, что ее радует внимание, которое привлекает ее экзотическое внешность Майнкрафтовый персонаж Но трудно сказать, насколько психологически стабилен человек, который готов на такое ради славы Найдется мужик, которому это нравится И не один И их будет очень много Забить Я не говорю, что изменения и улучшения плохие Но где провести черту? Ну как? Опять же Да, сложно говорить Типа плохие, неплохие Можно сказать, просто Как ты это воспринимаешь Вот я это воспринимаю Как что-то нездоровое Мне это кажется Чем-то нездоровым Для меня это выглядит странно То есть я считаю, что это перебор Я считаю, что Когда ты похож на персонажа из Майнкрафта Или на кресло Или на динозавра Ну, как будто бы Странно Ты же вроде не кресло Не персонаж из Майнкрафта И не динозавр Тише-то логически Вот Ну, кто-то скажет не так Кто-то наоборот скажет А мне нравится Ладно, я уже хожу по кругу Поделитесь своим мнением в комментариях Да, пишите Пишите, пишите комментарии Халк Сломан Ой У многих детей есть любимые супергерои Я любил женщину-кошку Не спрашивайте, как я моюсь А вот когда бразилец Ромарио Дос Сантос Алвес был маленьким Он мечтал стать Халком Проблема заключалась в том, что он был худоща И это привело к комплексам С возрастом он начал тренироваться Но все равно не мог нарастить большие мускулы Как у кумира из комиксов Всего... Был бы сейчас крашем для всех Сейчас модно быть худым Тощим таким типом Лишь в 15 лет Ромарио узнал о Синтоле И тогда все изменилось Короче, туда же Он решил, что сможет достичь телосложения мечты И начал вводить по 4 мм масла дважды в неделю За 9 месяцев его руки выросли на 20% Вы готовы увидеть, как он выглядит? Два арбуза чисто такие на плечах Господи, он еще... Ну, в смысле, он зеленым себя сделал? Или что? Или это просто? О, боже На вид не очень, правда? Но изменилась не только внешность У Ромарио также начались проблемы с дыханием И он стал очень вялым Оказалось, что масло застыло в его мышцах И вызвало серьезные проблемы После визита к врачу ситуация стала только хуже Потому что в клинике ему посоветовали ампутацию обеих рук Это ужасно Однако, свершилось чудо И в день операции хирурги все-таки передумали Ромарио разрешили оставить обе руки, что хорошо Но родные потребовали прекратить инъекции И кажется... О, все, перестал делать, да? Он согласился Молодец Блин, ну уже здоровее выглядит Но Ромарио не единственный, кто был слишком одержим зеленым монстром Это Луис Карлос Хисус Почему они сюда впихивают эти шары, я понять не могу Это же... Зачем это там? Зачем вот эти штуки у них на плечах? У шеи? Это же не круто выглядит Это же... Если их убрать... Ну, все равно, конечно, лучше не станет в целом Но они прям выделяются Как будто у них спинка с собой какая-то Я не знаю Или два арбуза реально справа и слева Это так странно Известный как Луба Халк У него довольно много подписчиков Благодаря безумной форме тела и крутым танцам Он похож на Майка Тайсона, кстати, лицом Мне нравится его настрой Но Луба утверждает, что... Реально, да? Что-то есть, похож на Майка Тайсона немного ...то его мускулы естественные Ах! Ахаха! Заливатор 3000 И он ест очень много кускуса, салат и... А, как это кускус, яйца и салат Все, понял, принял Примерно 30 яиц в день Ммм, звучит как основано на реальных событиях По словам самого здоровяка Это, а также тренировки на протяжении почти 30 лет Привели... ...и к таким результатам Но... Серьезно Пусть Луба делится позитивом и радостью Но его раздутые мускулы Очевидно появились благодаря обилию синтол Пиздец был он Осуждать легко, так что я не буду Но мне жаль, что он на такое пошел Если ты смотришь, Луба Тебе не нужна такая чепуха Как будто бы, видимо, нужна Непрактичные импланты Не все люди с плохими мускулами выбирают синтол Некоторые выбирают еще более легкий вариант Например, после тяжелого развода Один британец по имени Брэд чувствовал себя просто ужасно И в эмоциональном эфире Его как будто бы трогает рука из семейки Адамс, да? Такое ощущение Вот эта вот рука справа ...поэтому он решил, что нужны кардинальные меры, чтобы улучшить тело Ему всегда хотелось иметь грудь покрупнее Мы с вами, наверное, пошли бы в спортзал на пару месяцев, но Брэд... Да... Пошли бы... Мы вообще сразу побежали бы ...чел, что у него нет времени И он выбрал грудные импланты Стоп Импланты в грудь? Мужчине? Подождите Женские импланты это мешочки с жидким силиконом И они мягкие Как продемонстрировала Анастасия А мужские импланты это блоки из гибкого силикона Которые выглядят как мышцы Проблема в том, что грудные импланты сопряжены с осложнениями И у мужчин риски выше, чем у женщин И, разумеется, у Брэдта развилась инфекция Из-за которой половина его груди распухла в три раза Выглядит больно Врачам пришлось удалить имплант Но лучше он выглядеть не стал Поэтому убрали второй имплант Вот только была одна загвоздка Большая часть естественной ткани уже растворилась Брэдту явно не повезло Но он может нарастить мышцы естественным путем Хотя было бы проще, если бы он выбрал этот вариант с самого начала Взрыв Валентина Это имя такое? Еще один Еще один Вскоре его бицепсы выросли до 70 сантиметров Но... Зато у него нет арбузиков справа и слева, да? Вот у него этой темы нет Все было не так здорово, как казалось У Грэга появились абсцессы и припухлости из-за многократных инъекций Но он не остановился Только однажды при повторном использовании иглы он разорвал абсцесс на бицепсе Ах! Его рука практически взорвалась И из нее полились разные жуткие жидкости Ужасно Его отвезли в больницу, чтобы откачать жидкость и удалить синтон Но не бойтесь Как ни странно, Грэг выздоровел Сейчас он избавился от нездоровой одержимости и выглядит более естественно Надеюсь, так и продолжится Цена стероидов Как им не страшно такие штуки вкалывать в себя? Я не понимаю Вот мы смотрели тоже про Wildberries от Bridge Видос, где женщины покупают Что-то какие-то нитки себе в лица вставляют Иглы, еще что-то Как этим людям не страшно что-то в себя вкалывать Вставлять инородные какие-то вещи При этом заранее понимаешь, что ты как бы не специалист Ты не умеешь ничего из этого, что это все может быть очень вредно Что это неестественная какая-то история А-а-а Трудно представить, что наращивание мышц того стоит Однако икона бодибилдинга Ронни Колман считал, что это оправданно Машина Это что, самый большой человек в мире? Он выиграл 26 титулов международной федерацией фитнеса и бодибилдинга Ой, это Арнольд Шварценеггер? Да Но вес в 136 кило и невероятная сила не были естественными Он принимал много стероидов и доводил тело до предела Не, ну такие типы как будто бы все на стероидах, если честно Но в 106 году во время тренировки Ронни получил грыжу межпозвоночного диска Жесть Между позвонками у нас есть мягкие диски с желеобразным центром При грыже этот центр выходит наружу через разрыв в эластичной оболочке Нормальные люди пошли бы к врачу Но не Ронни Он терпел боль в течение еще 10 лет Но это решение обошлось ему дорого Когда он в 2006 году ушел на пенсию, потребовалось 13 операций на травмах Однако они усугубили некоторые проблемы и приковали Ронни Блин, он похож на этого, которого Спайс рекламировал К инвалидному креслу Он не обманщик и, конечно, в чем-то виноватая операция Но ему бы не понадобились эти операции, если бы он сразу же занялся проблемой со спиной Из-за того, что он игнорировал травму, терпел боль и накачивал себя разными субстанциями Ронни ужасно навредил самому себе Но есть и хорошие новости Он проходит физиотерапию и у него начинает восстанавливаться подвижность спины Может быть он все же сможет выздороветь Все, что мы видели сегодня, если честно, выглядит как фотошоп Но в том-то и весь прикол, что это не фотошоп Поехали Пора объявить номинантов на худшее телосложение Готовы к фейлам фотошопа Итак, наши номинанты Обладатель десяти кубиков Бля, ну просто ступеньки Прямо вот так вот можно подниматься по ним Сердцеед из двухтысячных с паранормальным прессом Казалось бы, этой татуировки должно быть достаточно Второй номинант Ральф из мультика Эти руки могут сломать не только интернет Это просто смешная картинка Он как будто бы не пытался выглядеть реалистично Третий номинант Забытый Мститель Блин, ну он настолько мощный, настолько машина Что он, видите, прям расплавил реальность Он просто раздвинул границы реальности Прям стена поплыла Этот парень так хотел быть похожим на Халка Что исказил реальность пространства Прочитано Поздного-то факта Не успел Я раньше И победитель Паранормальный пресс Поздравляю, можете забрать свою на... Что происходит О нет Помогите Ральф О боже О нет Помогите Господи, что происходит Эти эмоции Разбушевался Прикол, прикол Новый Невин Ээээээээээ Что? У нас есть время на еще одного человека Это что, Устин Бибер? Это Невин Цыганович Телезвезда их... Цыганович Кукла-братс Гигачат из Загреба в Хорватии. В семнадцатом году он отправился в Иран для третьей операции на носу. Простая процедура должна была подправить его перегородку между ноздрями. Вы наверняка скажете, что нос это не мышца. Не спешите, речь не про нос. После операции Невин проснулся с неожиданным и неприятным чувством. Его, ну, мини-Невин внезапно встал. Ладно, такое случается. Там зеркало где-то стояло, что ли? Проблема в том, что у Невина это продолжалось долго. Оказалось, что у него развился приопизм, из-за которого его прибор оставался в боевой готовности три месяца. Потребовалось три операции, чтобы разрезать и откачать через подкожный... Господи, у меня слезы на глазах. Приопизм — редкая вещь. У Невина он произошел, когда пищевая добавка, которую он принимал, вступила в реакцию с обезболивающим. Однако такое случается крайне редко. Офигеть. К счастью, Невин говорит, что теперь у него все пришло в норму. Фух, но это странно. Все мои куклы-братцы были абсолютно гладкими. Но, то есть, куклы моей сестры. Как они попали в мою комнату? По-моему, он впервые что-то как-то плюс-минус искренне посмеялся. Вот и факт. Ребят, ну, в общем-то, да. Такие вот, собственно, фейковые мускулы, с которыми что-то пошло не так. Часть вторая. Ну, много странного, много очень странно выглядящих людей, которые выглядят как фотошоп, но ты понимаешь, что... Да нет, они на самом деле такие. Пишите, что думаете вообще об этом во всем. Как вам оно все выглядит. Может быть, кому-то даже такое нравится. Не исключаю. Мы не осуждаем. Поэтому пишите, интересно будет почитать. Ссылочка на оригинал, естественно, внизу. Лайк, комментарий, подпишись на канал. Все ссылочки остальные, в том числе на Boosty, где... И на телегу обязательно туда вступи, потому что... Это единственное место, где мы с тобой точно сможем быть на связи. Все внизу есть Boosty, да, где мы смотрим анимешки, сериалы, мультфильмы. Фильмы и всякое разное. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.